Привет, дорогие мои! На днях разговаривала с родной сестрой. В обмене разной информации речь зашла о похудении. Думаю, в любом возрасте женщина хочет выглядеть хорошо. Так ведь, друзья мои? Кто согласен, пишите комментарии. Друзья, обращаю ваше внимание на то, что у нас есть параллельно еще несколько источников, удобный для вас, для получения новой, интересной, полезной, развлекательной и другой важной информации. У нас есть Telegram, во Вконтакте, а мы есть на YouTube, а также мы есть на Zen. Поэтому переходите по нашим ссылкам, которые есть в описании, и подписывайтесь на удобный вам формат. Я буду рада видеть вас в любом из этих источников. Иногда красота не главное, особенно, когда тебе сильно 20+, ты думаешь больше о здоровье. И, как, наверное, многие из вас знают, хорошее здоровье – прямой путь к красоте. Вы не встретите красивую женщину, которая изнемогает от кучи болезней. Наверное. На днях моя сестра пожаловалась, что вес остановился у нее на неприятной отметке и не двигается. Здесь можно было бы сказать, чтобы она меньше ела. Но, предвидя такую реплику, сестра сказала, мол, что только уже не делала, а вес не двигается. Я, говорит, сахар не ем. Совсем. Ни в чай, ни в кофе его не кладу. Не ем сладкого. Калории считаю всего. Ем только пшеничную кашу, картошку, морковку и суп. Примерно таким был монолог сестры, когда она на вес свой жаловалась. Действительно, если человек не ест сахар, мучное, считает калории, почему он не может похудеть? Еще в древности, друзья мои, люди не были такими толстыми, как сейчас. Все потому, что они не то что сахар, в глаза соль редко видели. А если пекли хлеб, то муку не отбеливали и не пичкали ее всякой там химией. Кстати, в химии, которая содержится в разных продуктах и приправах, просто в нереальных количествах, очень много сахара. Организм человека так устроен, что его мозг всегда требует бережного в себе отношения. Ведь даже какая-то болезнь сначала нам сигналит начальными симптомами, потом мы начинаем заболевать, а уж потом болеем так болеем, враги не позавидуют. Но знаете, что сделает организм, если вы перестанете его травить сахаром? В организме человека сотни патогенных бактерий. Сахар способствует их размножению. Если вы едите сахар, и это не обязательно тот сахар, который кладут в чай, то патогены у вас внутри буквально жируют. В то время, пока всякого рода нехорошие существа жрут ваши органы изнутри, иммунитет, как верный ваш солдат, бросает все силы на борьбу с этими вредителями. Он занят ваш иммунитет, понимаете? Пока вы едите сахар, развлекаются и плодятся патогены внутри вас. Иммунитет занят их загрызанием. Но в это время другие болезни разрушают вас, так как вашему иммунитету некогда. Резонный вопрос, который может задать большинство из вас, дорогие мои, а где же сахар, который мы едим? Об этом я расскажу уже совсем скоро и обещаю вас удивят не только мой внешний вид, но и те результаты, которые я уже умудрилась достичь на сегодняшнем этапе. Именно потому я так долго пропала из вашей видимости. А пока просто уберите из своей жизни на 30 дней некоторые продукты и привычки. Сахар, как он есть, фрукты, вареную морковь, свеклу, картофель, хлебобулочные изделия. И если вы все это сделаете, то увидите, что будет с вами через 30 дней. Поделитесь? Ну а если вы будете себя хорошо вести, я научу вас питаться правильно. А еще докажу вам, что вы едите сахар тоннами и вы будете есть все и не толстеть. Представляете? Ребята, я не доктор. Ни в коем случае не следуйте слепо моим советам. Всему этому меня научил мой сахарный диабет. Да, я потеряла много хронических болезней на собственной методике, которой скоро с вами поделюсь. Да, у меня испарился как сам диабет, так и куча сопутствующих заболеваний. Да, друзья мои, я похудела почти на 30 килограмм. Но вы все равно потом посоветуйтесь с врачом. А на сегодня все. Не забывайте оставлять комментарии, не забывайте делиться с друзьями, не забывайте посещать наши другие для вас удобные платформы. До новых встреч, мира и добра! Вас обняла Оливия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok